Водительские права. Водят ли они автомобиль? Именно об этом мы сегодня и поговорим. Итак, разрешено ли в исламе получать водительские права женщине? Такой вопрос возникает не просто так. Все дело в том, что долгое время единственной страной, где существовал запрет на выдачу водительских прав женщине, была Саудовская Аравия. И вот совсем недавно этот запрет был снят, а первые водительские права торжественно вручили счастливой обладательнице. Этот запрет действовал с 1950-х годов. Он несколько раз становился причиной акций протеста, в ходе которых женщины садились за руль и отбывали за это арест. Примечательно, что в Саудовской Аравии нет закона, который запрещает женщинам водить автомобиль. Однако они не могут претендовать на получение водительских прав. Что же об этом говорится в шариате, спросите вы? Давайте узнаем. Можно ли женщине водить машину? На этот вопрос можно ответить вопросом другим. А почему нельзя? На это нет никаких запретов. Нет запретов в Коране, нет запретов в Сунне Пророка, алейхи аф-друссалати вассалям. Имеется в виду прямых запретов. Во-первых, машин не было, как мы знаем. Во времена Пророка транспортным средством были верблюды, мулы, ослы и, конечно же, лошади. И говорится, что жены из подвижников катались на этих верховых животных, использовали их как транспорт. Даже есть хадисы, что некоторые сподвижницы принимали участие и на джихаде, тоже верхом на лошадях. Поэтому такого запрета на вождение транспорта, на машины в Коране, в Сунне Пророка, в Шариате прямого нет. Или просто какие-то делают каясь. Каясь – это логическое сравнение. То есть, например, некоторые говорят, что это вызовет какую-то смуту, например. Возможно, женщина попадет в аварию, куда-нибудь далеко поедет и сломается. Ей придется, например, вызвать каких-то людей на помощь. Возможно, они будут мужчины, между ними завяжется контакт. Это называется алихтылят, то есть некая связь запрещенная, они, возможно, как-то будут общаться, разговаривать и так далее. И ссылаясь вот на это, запрещают женщинам водить машину. Ну, если ссылаться на это, то, как говорится, тут многое, что можно запрещать. Поэтому, согласно мнению многих ученых современных, потому что вопрос-то он современный, водить машину запрещено. Многие ученые, живущие в Европе, из мусульманских, имею в виду ученых-богословов, говорят, что при нынешних условиях, особенно живя в таких немусульманских странах, женщине-мусульманке водить машину даже нужно. Почему? Потому что она таким образом в какой-то степени находится в безопасности. Например, не мы же в хиджабах спускаемся в метро, не мы же, мужчины, в хиджабах, в платках ездим, например, в поезде или в автобусе, когда некоторые люди косо на них смотрят. Когда она едет на машине, например, для нее это более безопаснее. То же самое с утра, например, школу детей отвезти, детсадик отвезти. Или, например, когда нет мужа дома, поехать за продуктами и так далее. Ведь в этом есть маслаха, своя польза. Поэтому в этом случае я лично, например, придерживаюсь мнения ученых, европейских мусульманских ученых, которые не запрещают женщинам водить машину. В этом вопросе есть оговорка. Если вождение женщины автомобиля приведет ее к запретному, то в таком случае садиться за руль ей не дозволено. В данном случае сработает шариатское правило закрытия путей, ведущих к недозволенному. Я уже знаю, о чем вы подумали. Как же обучаться этому самому водительскому делу, если почти все инструкторы мужчины? На этот случай рекомендуем вам найти в вашем городе женскую автошколу. Сегодня некоторые автошколы взяли себе за правило брать на работу инструкторов женщин. С таким инструктором девушкам легче обучаться. В своем городе я нашла такую женскую автошколу и даже успела записаться. Давайте узнаем, как же проходит обучение водительскому делу. Если вы думаете, что сразу сядете за руль и начнется обучение, то вы глубоко ошибаетесь. Никакой практики, пока вы не освоите теоретическую часть. Правила дорожного движения, внутреннее устройство автомобиля, рассмотрение различного рода дорожных ситуаций. В общем, все, что важно знать водителю. Но после прохождения теории начинается самая интересная практика. Дорогие зрители, если честно, это мой первый урок с инструктором, и вы станете его свидетелем. Сцепление нам нужно для того, чтобы включить передачу. Сцепление у вас выжато, вот мы с вами включили первую передачу. Включили. Убирайте ручку. Отпускайте сцепление по чуть-чуть, слушайте работу двигателя. Когда она изменится, просто остановите ногу, не нажимайте и не отпускайте. Все, зафиксируйте ножку в этом положении. И теперь убирайте ножку полностью с педальки. Хорошо. У нас поворот налево. Ножку переложите на крайнюю правую педаль, это газ. И чуть-чуть нажмите. Чуть-чуть нажмите на педальку. Вот, хорошо. Машина, если руль не крутите, она едет сама. Посмотрите, видите, вы никуда не крутите, она просто едет. Поэтому ваша задача не перекручивать. Сейчас будет у нас полный разворот в обратном направлении. Нужно работать с руками. Продолжайте газ давать. Буль не отпускать. Буль не отпускаем. Перехватываю. Смотрите, куда вы поворачиваете. Вот. И чуть-чуть еще газу. Возвращаем машинку. Возвращаем. А теперь будем налево поворачивать. Вниз поворот. Бросите. Распекрутите. Хорошо. Возвращайте руль. Отлично. А теперь ногу с газом и соседнюю педаль тормоз. И чуть-чуть нажмите. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Еще. Еще. И до полной остановки. Убирайте поворотник. Нейтральную включаем. Вот она. И ручник вверх без кнопки. Угу. Просто вверх. Теперь убирайте сцепление. Полностью. И тормоз. Отстегивайте ремень. Вот мы приехали. Очень интересно и доступно и понятно. И просто и понятно и доступно и легко. Просто есть определенные ограничения, которые вы можете себе позволить, а можете не позволить. Вот эти прикосновения. Да. Мужчина-инструктор не может допустить. А мы можем. А у нас очень много тактильности. Выводитель. Поэтому здесь очень много особенностей. В этом у нас много девочек обучается именно из-за этого принципа. Обучение в автошколе в среднем обойдется вам в 30 тысяч рублей. Далее вам нужно будет сдать экзамен. И лишь потом вы получите в руки заветные водительские права. Что ж. Мне лишь предстоит весь этот процесс. Однако сегодня мы познакомим вас с настоящей автоледи-мусульманкой со стажем. И зададим ей пару вопросов. Знакомьтесь. Хадиджа. Хадиджа водитель со стажем. Вот уже больше 10 лет девушка ездит за рулем и признается, что на дороге чувствует себя, как рыба в воде. Стаж моего вождения составляет 11 лет. За 11 лет я не сталкивалась с какой-то неприязнью, каким-то особым вниманием на мой хиджаб. В принципе, со стороны сотрудников ДПС я также не замечала какой-то неприязнь. Всегда достаточно с пониманием, с уважением и с доверием относились. Наличие транспорта облегчает жизнь любой женщины, активной женщины-мусульманки. Ну, в первую очередь, это можно составить распорядок дня по часам и даже по минутам. Так как мы не можем проконтролировать общественный транспорт, как тебе удобно. Ну, в вторую очередь, это, естественно, дети могут посещать секции, различные кружки. И в то же время, когда ребенок находится где-то занят, ты также можешь сэкономить время и посетить какие-то занятия или спортзал. Относительно шутки «Женщина за рулем – это обезьяна с гранатой» я не соглашусь, так как это все индивидуально. Конечно, женщины сейчас могут получать хорошее знание, теорию и практику, так как есть женские акты школы. Поэтому я всем советую, как положено, проучиться, и у вас не будет никаких трудностей и насмешек от мужчин. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Получать водительские права или нет – целиком и полностью ваше решение. Делайте выводы и поступайте по вкусу, по карману.